Во время последнего выездного депутатского дня Собинский район впечатлил депутатов ЗС темпами и масштабами своего развития. Поэтому Совет представительных органов муниципальных образований при ЗАГС Собрании Владимирской области в июле решено было провести именно здесь. Я надеюсь, что этот год станет переломным годом, когда до каждого населенного пункта будет проведена дорога с твердым покрытием. И в ближайшие перспективы наша задача сделать благоустройство наших крупных городов, как я говорю, центральных усадеб. Но мы не должны забывать о таких маленьких селах, как Олепино, соседние Фитиино, Черктино. То есть мы доходим до каждого села. Члены Совета осмотрели социально значимые объекты как на территории райцентра, так и за его пределами. Но рабочая программа не только экскурсия, смотр достижений, но серьезный разговор и дискуссия. Очень важно, когда встречаются главы городов, районов, председатели Совета народных депутатов, обмениваются тем опытом, который у них наработан. Обмениваются, наверное, и вопросами, проблемами, которые есть тоже в каждом городе и районе. Мы вместе вырабатываем пути решения тех или иных проблем, особенно системных проблем для всех территорий нашей Владимирской области. Исполнительную власть региона на Особинском заседании Совета представлял первый вице-губернатор, руководитель администрации главы области Дмитрий Лызлов. Он отметил, что с поручением губернатора Александра Авдеева максимально вовлечь жителей формирования программы развития региона на местах, справляются успешно. Предложения поступают из разных уголков нашей области. Депутатский корпус активно включился в эту работу. На текущий момент более 400 предложений поступило. Многие предложения набрали там свыше полутора тысяч голосов. Там в Коврове набережная, предположим, в Камешковском районе спортивный центр. И важно, что депутаты не остаются в стороне от этой работы. Они общаются с жителями, проводят прием. Другой вопрос на повестке дня – взаимодействие органов власти на местах с фондом «Защитники Отечества». Фонд создан для поддержки участников СВО и их семей. На днях законодательное собрание заключило с региональным филиалом фонда «Соглашение о сотрудничестве». Очень важно, когда органы власти помогают в работе этому фонду. Вот сегодня мы попросили всех председателей советов, глав органов местного самоуправления очень тесно взаимодействовать с социальными координаторами, которые работают в городах и районах нашей области. Владимир Киселев подчеркнул, что все вопросы, которые обсуждались во время визита, не останутся на бумаге. Удачный опыт и наработки одного района вполне могут войти в практику соседей.